Субтитры делал DimaTorzok Самолеты снова в деле. Кавказская пленница, возвращение и город грехов. Рассмотрим самые интересные премьеры недели. Лучшие из лучших. Кто же собрал кассу? Узнаем из обзора бокс-офиса. Новости шоу-бизнеса. Обсудим слухи и сплетни вместе с Аленой Решетняк. И напоследок вместе с аниматором Дисней научимся рисовать главных героев новой ленты. По традиции начнем с обзора бокс-офиса. Черепашки-ниндзя продолжают держать зрителя. А вот воякам-пенсионерам не удалось одолеть мутантов. Но второе место тоже весьма неплохо. Стражи галактики спустились на третью строчку рейтингов. Общие сборы космической команды превысили уже 1 миллиард рублей. Посмотрим, изменятся ли результаты на этой неделе. Переходим к премьерам. Первым делом начнем с премьеры для самых маленьких. Хотя, скажу честно, у меня много знакомых, которые с удовольствием смотрят этот мультфильм. Скажем так, премьера для всей семьи и для фанатов анимации. Мир тачек с каждым годом расширяется. Не так давно нас познакомили с самолетами. И эта история продолжается. Маленький кукурузник стал авиагонщиком, а теперь его ждет новая миссия. Давайте посмотрим. Самолеты, огонь и вода. Внимание! Пожарная тревога! Опасно, конечно. Но такое уж ремесло у пожарных. Вижу огонек, ребят! Рискуй ради тех, с кем ты даже не знаком. Дайте полиполе. Авиагонщик! Вот так сюрприз! Маловат ты что-то. Ну тебе идет. Спасибо. Никогда мне не понять, к чему выбрасываться из совершенно нормального самолета. Нормального? Ты себе рстишь! А ну покинь зону бедствия! Понял. Ой-ой-ой. Я плюшка, меня так друзья называют. То есть мы с вами... С тобой? Уже? А чего ждать? Дружим? Типа? Да. Отпадем. Отдери у него шасси. Что? Опробуй. Колеса выдвинь, гений. Два из них подошли. Я справлюсь. Ты у меня долго еще диплом не получишь. На счету каждый самолет. Ну что? Обнимемся с землей! Попадаем удар! Круто! Эй, красотуля! Не из бомбардировщика выпало? Ты просто бомба! Бездорожье! Ух, действительно жаркая премьера. Лично мне уже не терпится отправиться в кино. Кстати, не пропустите. В конце программы старший аниматор проекта покажет, как нарисовать самолетик Дасти дома. Следующая премьера, я бы сказал, необычная. Зачем они решили это сделать, мне тоже непонятно. Однако, во всех кинотеатрах страны стартует «Кавказская пленница». Нет, не наш старый советский фильм. И не продолжение. Режиссер Максим Воронков решил перенести историю в 2014 год. Давайте посмотрим, какой получился ремейк. Я приехал снимать репортаж про местный фольклор. Все приготовились. Мотор! Сказки, легенды, тосты. Тосты! Это будет просто суши. Чё? Параплан, дельтаплан. Бейсджампинг. Красавица, аспирант. Еще и спортсмейка-экстремалка. Давайте выпьем! Кстати, жена моего брата Русика знает сестру одного человека, который знаком с исполнителем этой песни. Чё ты, Ник? Фаер! Украсьте весту. Украсьте. Сунуть ее в мешок. Сунуть мешок. Шурик. И передать ее кунокам влюбленного Джигита. Бардык Урлы! Кузов! Я напишу на столе твое имя! Не вижу! А ну-ка, психи! За мной! Как можно было продать такую девушку? Исключительно выгодно. Александр, Саша, Шурик. Алкаш! Журналюка недоделанный! Ах, красота! Ах, красота! В трех их землярах писяные красавицы! Красавчик! Нанотехнологии, GPS, вай-вай! Вай-швай! Ну, фай-вай! Бомбарбия! Киргуду! И напоследок криминальный триллер-боевик. Город Грехов 2. Женщина, ради которой стоит убивать. Описание к фильму весьма скудное. В темных переулках города Грехов Дуэйт планирует жестоко отомстить женщине по имени Авалорд, которая его предала, в то время как Нэнси пытается смириться со смертью детектива Хартигана. В общем, я бы уместил все это в 10 минут, однако вас ждет 103 минуты черно-белого кино с яркими элементами. Фанаты, наслаждайтесь! Власть. Хрупкая штука. Меня разрывает от любви к тебе. Дуэйт, это ты. Что я должен сделать? Я принадлежу ей. Она была ангелом. Когда она захочет, мы умрем. Однажды она спустит круг. Славная игра. Ты нарываешься! Нарываешься! Вот женщина, ради которой стоит убивать. В город Грехов приходят с широко открытыми глазами. Или не приходят вовсе. Город Грехов 2 Смотрите в кино с 21 августа С премьерами разобрались, а сейчас пора обсудить все, что осталось за кадром. Мир кино полон загадок не только на экране. Моя коллега Алена Решетняк любит искать для вас все самое интересное. Давайте посмотрим. Сразу после будем учиться рисовать со старшим аниматором Дисней. Фильм Тейлора Хекфорда «Адвокат Дьявола» будет адаптирован для телевидения. Как сообщает издание Deadline, производством пилота для канала NBC занимаются продюсеры оригинального фильма. В картине 97-го года выпуска, основанного на одноименном романе Эндрю Нейдермана, в главных ролях снялись Киану Ривз, Аль Пачино и Шарлиз Терон. При производственном бюджете в 57 миллионов долларов кассовые сборы составили 153 миллиона зеленых. Напомню, Ривз сыграл молодого перспективного адвоката, получившего предложение от юридической фирмы, босс которой оказался самим дьяволом. Съемки фильма «Обитель зла 6» отложены на неопределенный срок из-за беременности исполнительницы главной роли Милы Йовович. Об этом сама актриса сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. По признанию Йововича, радостное открытие стало для нее и ее супруга полной неожиданностью. «Мы рассудили ей, что беременность и война зомби не самая лучшая комбинация. Единственное, что я смогу уничтожить в ближайшем будущем это бесконечное число кексов», пошутила актриса. Мила Йовович не уточнила, когда она ожидает рождения ребенка и возможный в связи с этим график съемок. Последняя серия под названием «Обитель зла 5. Возмездие» была выпущена в 2012 году. Ее мировые кассовые сборы превысили 240 миллионов долларов. Канал BBC One заказал производство второго сезона криминальной драмы «Счастливая долина», об этом сообщает издание «Дедлайн». Шестичасовой сериал, стартовавший на BBC One в конце апреля 2014 года, сравнивают с убийством на пляже и во все тяжкие. Финал драмы заработал в Великобритании беспрецедентный показатель рейтинга 92,5. Производство второго сезона начнется в 2015. Первый сезон сериала будет доступен на видеосервисе «Нетфликс» в конце текущей недели. В центре сюжета сержант полиции западного Йоркшира Кэтрин Кейвуд, жизнь которой становится с ног на голову, когда человек, которого она считает ответственным за смерть ее дочери, выходит на свободу. Детали сюжета второго сезона пока не разглашаются. И это все киноновости. Услышимся! Ну что ж, а теперь эксклюзив. Старший аниматор проекта «Самолетики» расскажет, как нарисовать Дасти самому. Берите листик бумаги, карандаш и начинайте рисовать. На самом деле все просто. Здравствуйте! С вами Арт Эрнандес, старший аниматор фильма «Самолеты. Огонь и вода». Сейчас мы будем рисовать Дасти, чемпиона авиагонок, который решил стать пожарным и прилетел тренироваться в спасательную часть. Нам нужны тренировки! Для начала давайте нарисуем его лицо. Это интересно. Я люблю начинать с верхушки его кабины в виде этакой бейсболки. И затем постепенно перехожу к носу. Вот уже и туловище образуется. Но вернемся и закончим контур его головы. А заодно пририсуем ему глазки. Вот веки, вот глаза. А вот боковой иллюминатор. И полоса, идущая коку винта. Вот она здесь. Теперь пририсуем выхлопной патрубок сбоку. Широкая улыбка. Раскрытый рот. И то, что есть у всякого самолета, а именно язык и зубы. Если получилось немножко небрежно, ничего страшного. Все можно стерить ластиком и перерисовать. Теперь мы можем заняться хвостовой частью нашего самолетика. Нарисовать ему киль, стабилизаторы и рули. Начнем с вертикальной линии. Вот появляется киль с рулем направления. Пририсовываем горизонтальные стабилизаторы. Они вроде крыльев, только гораздо меньше и сзади. Спортсмен, сбрось за ней следом. Вас понял. Так, теперь крылья. Одно с этой стороны вот такой прямоугольной формы. Расположим их немного под углом, чтобы было интересней. Сейчас дойдет очередь до поплавков. Сперва пририсуем снизу бак. Поплавки у него смахивают на бананы. Спустим от фюзеляжа по две стойки, чтобы было куда их привесить. Прямой линии обозначаем верхушку поплавка. Снизу изящная кривая. И вот так ее продолжим. А-а-а, что ты мне привесил? Ха-ха-ха! Ровно то же самое рисуем с другой стороны. только чуточку меньше. Для соблюдения перспективы. Закончив с поплавками, добавляем еще пару деталей. Крутящийся пропеллер и... не забываем про номер семь. Одна семерка на хвосте, другая здесь. Ну вот и все. Вот вам новоиспеченный пожарный дастеполей поля. Вы можете сами порисовать, и чем больше, тем лучше. В следующей программе мы пообщаемся с актерами, которые озвучили главных героев мультфильма. Не пропустите. Ну а напоследок спешим разыграть пригласительные билеты в кино, а именно на закрытый показ фильма «Избави нас от лукавого» в кинотеатре Чарли. Вы сможете посмотреть его раньше других 26 августа. Для этого вам необходимо ответить на два вопроса. Итак, вот как звучит первый. Какой еще очень известный фильм ужасов снял режиссер фильма «Избави нас от лукавого» Скотт Дерриксон? И второй вопрос. Кто по профессии главный герой фильма? Ждем ваши ответы по телефону редакции 203-65-61. Я желаю вам удачи. Ну что ж, на этом пока все. Увидимся с вами ровно через неделю. Я напомню, что все материалы нашего телеканала доступны на портале rostovlife.ru Также в разделе «Не новости» читайте информацию без политики и криминала. Ну что ж, до встречи в эфире.